всем привет сегодня у нас вы из моей ай сводит об он как я понял это когда мои глаза стали открытыми здесь написано широко открытыми глазами кто-то пересмотрел фильмы или там дурацкий такой перевод ну как бы не знаю и вот такой брайан хэдуэлш это мое возвращение в группу корн стоит 18 плюс я не слушал группу корн может быть где-то слушал но я не знаю кого что это их песни и не видел этого человека каких-то клипах или еще что-то мне просто было интересно я взял эту книжку прицепом подумал если про человека написали книжку наверное что-то да он значит и принципе было интересно и вот мое возвращение группу корн то есть человек 8 лет там не был и как он вернулся то есть мне было интересно такой творческий путь и ну как биографии до успешных интересных творческих людей тем более после книжки black sabbath у меня нет сомнений что такие вещи интересно и прикольно читать что расскажу книжку такая вот достаточно тоненькая здесь считается легко если разбивать по главам тут получается 10 глав и за 10 дней в принципе можно и прочитать и вот в принципе достаточно крупно написано легко читается 200 в общем 223 страницы и что мне понравилось практически до самого конца идет даже пилог письма от него от его дочери и об авторе чуть-чуть потом уже этом все и конец книги то есть с одной стороны плюс что это без воды и интересно было почитать то что человек просто ушел из группы чтобы быть с дочерью потому что там секс наркотики рок-н-ролл постоянно в турах и его не было дома и вот как отец одиночка рассказывается что он решил побыть с дочкой и вот про его так сказать отцовство как они были там вместе завели домашних животных тоже это все прикольно не выбрали там дом переезды так далее и потом про его путь про его сложности то что там у него были друзья довольно знакомые которые хотели что-то там звучит всякие тела типа бизнес стартап и так далее как он все платил потому что него были отчисления от группы от песен гонорары и так далее ну блока это подушка и в общем вокруг него велись такие не экологичные люди он за всех платил неграмотно обращался с финансами что и потом поплатился там открывали какие-то стартапы один был какой-то приятель который давай замутим давай замутим со всеми замутил у всех все занял оплатил все вот этот мужик не знаю как он так и договорился но в итоге потом когда бизнес начали разоряться он оказался крайним потому что тот парень предыдущий исчез и вот рассказывается как у него была черная полоса он судился все эти были тяжбы приходилось там уходить от дочери и вот это вот тяжелый путь и плюс еще потом дочь стала взрослеть и подростком то есть они были вместе он был крутой папа они там вместе ездили диснелэнд вот этот интересные такие отношения отца и дочери и потом когда дочь стала уже взрослеть потом переписывал соцсетях потом оказались метам порезы на руках и он не знал что с ним делать он обещал да 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 я прекращу не буду там писать переписываться через посты с другими ребятами ну и в итоге выливал фаски там скандалы и в общем отношения 5 испортились то есть вот это вот все параллельно как снежную комнату чего накатываться плюс здесь еще рассказывается как он начал там слезать всяких веществ и потом как он пришел в церковь в общем это если опустить все подробности в общем он стал таким поцерквенным он начал верить в бога и он начал ему указывать путь он начал видеть сигналы но условно как вот называется там теория красной машины ты хочешь какой-нибудь красный мини-купер и ты думаешь их вроде мало идешь смотришь на дороге здесь 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 и ты видишь везде эти машины то есть здесь он начал верить ему нужно было за что-то вцепиться какой-то ориентируем очень сложно такая история зикого и про религию рассказывается и в общем он говорит молился что он проблем рассосались и дай мне знак он увидел какой-то знак символ какое-то событие произошло и вот его проблемы там потихонечку рассасывать то есть это тоже интересно и как потом он с дочкой ездил в тур когда решил все-таки основать там свою группу быть там солистом и рассказывал были проблемы с голосом и так далее как он собрал группу поехал в тур потом дочка с ним поехала хотя он не думал что дочери будет такой прикольный вот этот travel в автобусе до жизнь но ей в принципе нравилось и потом как он на концерте встретил просто знакомого из предыдущей группы и он сказал привет как дела и оказалось что ничего страшного то есть восемь лет он этих ребят избегал из основного состава оказался и люди поменялись и все сказали брайан мы тебя ждем и вот как бы тоже вот такие метания между одной группы которую он сам основал вроде ответственно взял за людей и плюс он хотел обратно к тем вернуться и вот это как раз тема религии здесь идет в общем интересно я сейчас переосмысляю думаю ну блин самом деле как много я вот когда прочитал книжку думаю ну блин да конечно понимаю было тяжело надо было что-то верить бы отдельно него расшивать эту тему религии но потом например вроде взрослый дядечка там зарабатывал много денег и когда он думал отправить дочку в интернат или не отправить значит складывается впечатление что не уверенность и человек не может принять решение и он потом звонит советует сам двум трем людям один там священник другой друг ну то есть не по детям которые эксперты а которые просто его там друзья приятеля возможно как бы он и так решал вопроса но это как бы его семья его там личная жизнь ребенок может быть просто не с кем было посоветоваться тоже такие каждая ситуация в общем двояко когда ты перевариваешь уже потом после книги думаешь блин интересно как бы я поступил в целом книжка мне понравилось я не пожалел что я прочитал брал ее рублей там 150 на что ли стоило ну это с этим бонусами там по акции так далее в районе 400 он стоит ну в принципе можно почитать что мне здесь не понравилось вот это вот уродство вот ты читаешь текст и вот это же где-то предложение взят отсюда отсюда или отсюда вот здесь вот дублируется и чтоб самое реально хуёво я потому что тут 18 плюс книжек что это есть на каждой странице кс на каждом развороте ну вот здесь не считает открываешь вставочка открываешь вставочек открываешь в ставочке и на каждой странице вот эта штука я ее не читал ну потому что она и так идет в тексте ну это просто это просто пиздец это дно зачем делать это на каждой книжке понимаю где-то был бы акцент или там жирно выделили на каждой странице так что книжка могла бы быть толще тоньше и вот эта вот штука это все портит это просто я не знаю кто сделал либо издатель либо чувак сам не знает что вот каждая книжка выходит вот с таким трэшем это прям дно поэтому вот за эту жесть я это книжки снизу прям сильно балл потому что но это невозможно читать это неуважение в читать когда у тебя человек купил и хочет почитать целую книгу и ты можешь делать какие-то акценты выделять там живыми разделять на главы зачем на каждой странице это делать я это не понимаю все посмотрю послушаю ху из ху что это такое вот самом деле интересно и здесь в конце раз идет письмо еще от самого автора и от его дочери и в конце тоже так написано если вам нужна там помощь с ребенком вот наш сайт и телефон ну то есть как бы помощь поэтому может быть кто-то найдет какие-то инструменты понятно здесь на американский лад у них всякие центры оздоровительные так далее но вот и вот отношение интересно было наблюдать как он был сложно как он начал там говорить с ней чувствах она там его подержала как менялся ребенок в принципе все это быстро меняется и соответственно сложно жить в этой неопределенности ну он молодец много впахивал и потом смог комфортно жить у него были средства чтобы все эти изменения в жизни делать вот и плюс еще читаешь и думаешь вот он неграмотно обращался с финансами и условно там кинули осталось у него мало денег он нам просил и так далее то есть у него был там куда вот как у всех например музыкантов там рей чарльз еще что тот который был слепой до музыкант тоже не был условно финансовый менеджер который его там киданул на деньги то есть те сами люди не разбираются они только должны петь заниматься творчеством а все остальные вещи как бы нет ну и к сожалению как-то эти люди там оказываются в этой тусовке которые нажимаются наживаются на других ну такой мир а